Братья и сестры, в новой студии, да, второй раз уже, второй понедельник, мы проведем сегодня Богу содействующую нашу встречу. Это такая, по сути, община с открытыми дверями, в которую каждый может войти при желании. И мы, не видя друг друга лицом, но при помощи техники, имея возможность общаться в духе, слышать друг друга ясно, можем разбирать самые разные вопросы, моменты, касающиеся нашей жизни. Потому что на богослужении в храмах наших и в церквах это не всегда бывает удобно. Общим местом является загруженность и одних, и других, и мирян и священников. Вечная спешка характеризует нашу жизнь, особенно в больших городах. Ну и одни не хотят, другие не могут, третий не успевают, четвертый что-то еще. беседовать, а нужно беседовать. Беседа, она и назидает, и уравнивает стези, и добавляет к тебе чужой опыт. То, что ты еще сам поймешь не сразу, и не через год даже. То ты можешь получить в готовом виде, если ты ищешь знания. И ухо наше должно быть между ищущими мудрости. В общем, я думаю, что хорошее вообще дело беседовать о законе и благодать. Поэтому переходим к вашим вопросам. Александр пишет, что значит слова Иисуса Христа? Меньше в Царстве Божием, больше Его. Евангелие от Луки 7, 28. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божием, больше Его. Я предложу вам свое видение ответа на этот вопрос. И для того, чтобы, так сказать, обосновать свою точку зрения, я обращусь к молитве «Спаси Божие, люди Твоя», которая читается на Литии или на Всеночном Дении перед конечным возрастом Палиэлея. Там в этой молитве располагаются все церковные святые чиноначалия в своей иерархической значимости. Вообще церковь, начиная с Дионисия и Ареапагита, это первый век еще, то есть апостольские времена, времена мужей апостольских, она продвигает вот эту идею о том, что идея, в общем-то, и ветхозаветно понятная, что Бог не есть Бог хаоса и неустройства, но Бог порядка и мира, и что все по порядку и по чину в Церкви Божьей и в мире Божьем бывает. Там есть неорганическая природа, органическая, там есть живое, стоящее на месте, как дерево, и живое движущееся, есть живое словесное и живое бессловесное, есть смертное словесное и словесное бессмертное, то есть человек, ангел, там все, флора, фауна, это все представляет в себе такую некую пирамиду восхождения, от низших форм жизни к высшим, и наводит нас на идею о том, что и в Царстве Божьем существует некий порядок славы. Об этом пишет апостол Павел, что иная слава солнцу, иная слава луне, иная слава звездам, звезда от звезды разнится во славе. То есть святые, все люди и ангелы распределены по степени близости к Господу Богу, к престолу благодати, и разнятся во славе. Следовательно, первыми мы поминаем, первыми поминаем мы среди святых возле Господа Иисуса Христа его Пречистую Матерь. А потом поминаем Архангельские и Ангельские силы. А потом Иоанна Претечу, как больше урожденных всех женами, и там всех дальше пророков, потом апостолы, потом мученики, преподобные и так далее. Вот такая иерархия. То есть Божия Матерь честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Она является исключением из всех правил и в счет не берется, ибо она одна, и второй такой нет. А первые в славе Божией это Херувимы, Серафимы, Архангелы, Ангелы, славящие Господа. И вот когда люди были на земле, а рай был от людей пуст, то есть не было в этом благодатном состоянии еще ни одной души человеческой. Там были ангелы, а людей не было. То я так понимаю эти слова, что Иоанн Претеча больше всех земнородных. И если мы растолкуем, кого же он больше, то, например, больше Моисея. Если он больше всех пророков, рожденных женами, то Моисей рожден женой, да, и мама Моисея звать Йохаведа, и Моисей меньше Иоанна, рожденного Елизаветой. Давид меньше Иоанна Претеча, Илья, хотя мы не знаем имен родителей Ильи, он как бы без родословия появился сразу на наши глаза, но он рожден женщиной, и вскормлен женщиной, он человек, но он меньше Иоанна. Иоанн пришел в духе и в силе Ильи. Елисей, там, Исайя, Иезекииль, Иремия, Даниил, три отрока в пищи Вавилонской. Эти люди все меньше Иоанна, он больше их всех. А кто же больше Иоанна в Царстве Божием? А тот, кто там есть, когда людей там не было. То есть ангелы выше Иоанна. И они, неразвлеченные, постоянно служат Господу. Они наполняют собою все, что могут наполнить по части, значит, словословия, хвалы и благовестия. Они служат, трепещут и возвещают волю низшестоящим от них. То есть ни один из ангелов не получает откровения от Бога непосредственно, как нам говорит крастоиерархическая причинность Дионисия. А получает он откровения от высшестоящего ангела. А тот еще от высшестоящего. То есть он найдет как будто по цепочке благодати передается некое такое, значит, знание, хвала, умение и так далее. И они совершают свои службы. И они там служат Богу, подобно, как и сказано в Евангелии, что достигшие воскресения, люди больше не будут жениться, выходить замуж, но будут подобны ангелам Божиим. То есть они уже половые эти все вещи, они перестанут давлять над человеком и все остальное. Он будет подобен ангелам. То есть он дополнит собою число этих святых духов, сотворенных раньше и разделившихся после сатанинского отпадения и оставшихся на службе Богу. Так вот, они в Царстве Небесном были тогда, когда людей там не было. Еще дух разбойника благоразумного не переселился к Богу. Христос сказал и первого завел его. «Сегодня будешь со мной в раю». Еще Моисей и Давид еще не были выведены из Шеола. Еще Иоанн тоже пошел в Шеол, когда его убили, когда ему была отсечена голова, то Иоанн сошел во ад благовестить сущим во аде Бога, явшегося плотью. То есть он пошел проповедовать о том, что долгожданный Мессия уже на земле и искупление томящихся скоро совершится. И поэтому в раю были только ангелы, а люди были на земле, и рай был для них закрыт, они все спускались в эту скучную тьму. Некоторые в жуткую тьму, а некоторые в скучную тьму. Шеол – это место ожидания. Так что я по-своему, не будем смиренно словить, разумянию думаю, что меньший в Царстве Небесном больше его есть. То есть он больше Моисея, Иоанн, и больше, например, Аарона, брата Моисеева. Но самый последний ангел в Царстве Небесном больше его. И он уже там, а Иоанн пока еще нет. И вот эта иерархичность, в которой Иоанн сразу примыкает к ангелам, а все идут после него. То есть все меньше Иоанна, и апостолы меньше него, и мученики меньше него. Он все с себя собрал. Он и проповедник, и мученики, и аскеты, и подвижники, и девственники, и пустынник. Он выше всех. И все ниже него. А выше него только Дева Мария, ангельский мир, и Господь Иисус Христос. Но о Христе не говорится, ибо Он Господь, а Матерь Божия – это великая тайна, ковчег завета. Скиния Бога с человеками, да. А вот ангелы больше его, они в царстве. Они в царстве, и они больше. Я так это понимаю. Есть много других разных толкований, которые, честно говоря, не отвечают моему. То есть мое сердце их читало, но мое сердце от них не успокоилось. Я вам предлагаю то, что так я понимаю сам. Там как-то связано с покаянием, что-то такое. Ну, это какая-то тень на плетень, мне кажется, там уже какие-то далекие аллегории. Так, Сабина пишет. Объясните, пожалуйста, значение первого стиха 16 главы притчи Соломоновых. Сейчас. Притчи Соломоновых. 16 глава. «Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка». Это первый стих. Сразу прочтем чуть-чуть больше, потому что всегда интересно в контексте это все прочесть. Перед этим пишется. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирению. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». То есть ты думаешь, ты прав. Но Бог будет взвешивать. «Придай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Все сделал Господь для себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом, всякий надменный сердце. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Итак, вы спрашиваете о первом стихе 16 главы. «Человеку принадлежит расположение сердца». Но от Господа ответ языкам. Ну, как бы, есть же у нас, да, такое устойчивое выражение, что человек предполагает, а Бог располагает. И бывали, наверное, у вас такие случаи, когда ты хотел сказать одно, а сказал другое. Хотя намерение сердечное было такое. Как, например, мы читаем про известного Валаама, который много раз хотел проклясть Израиля, но, в конце концов, говорил не то, что хотел, и не то, что намеревался, а то, что Бог ему давал, и он благословлял Израиля, и раз за разом наносил неприятность, такую обиду нанявшим его князьям, которые хотели проклятия, иссушающего проклятия. А он хотел-хотел, как бы от Господа намерение было у него сердечное свое, а все равно он сказал то, что Бог сказал. Так что некоторые говорят про оговорки по Фрейду, про тайные желания, прорывающиеся или тайные мысли, там как бы залазящие в слова мимо человеческого сознания. А здесь говорится, что все равно то, что Бог даст, то и скажешь. Так что предполагает человек, да, строит, взвешивает планы, там все. Но, как вы сами знаете, наши планы – это попытка посмешить того, кто сам строит планы, которые точно исполнятся. Ну, вот, вот так. Иногда враги проповедуют, как этот самый Августин Блаженный говорит, смотри, Иуда чудотворствует, он же был наравне со всеми апостолами, смотри, Каяфа пророчествует. Помните, Каяфа, он говорил, да вы ничего не понимаете, вы не понимаете, что лучше одному человеку умереть, чем всему народу погибнуть. Что Иисус умрет за людей. То есть один умрет, пусть один умирает, все остальные поживут. Пусть он умрет за людей. И это он сказал, будучи архиереем на тот год. И не от себя это сказал. То есть он пророчествовал, что Иисус Христос умрет за весь народ. И чтобы не только за этот еврейский народ, но чтобы всех божьих детей собрать воедино. То есть Каяфа пророчествовал, не имея никакого желания, вот так сказать, или сердечного настроя на то, чтобы во Христе пророчествовать. Он был враг Христов. И неизвестно, до конца нам неизвестно, сознательный враг или заблуждающийся враг. Потому что если сознательный, это вообще ужас. Там же вот в притче же говорится, вот идет наследник. Сейчас убьем наследника и удержим достояние. То есть убийство Иисуса Христа как наследника хозяина виноградника было сознательным. Об этом сам Христос сказал в Великую Пятницу. Вернее, до страданий, в Великую Неделю, в среду, вторник. Вот так получается, что сердце думает одно, а произносится все равно какое-то благое вещь. Такие вещи бывают часто. Об этом, очевидно, говорится и в 16 главе, в 1 стихе. Катерина пишет, на 35-й неделе беременности Бог забрал нашу дочку. Я замужем, есть двое детей, во всем виню себя, что много нервничала при беременности, что не сразу в скорую позвонили. Завтра похороны. Как пережить все это? Это мне за грехи? Вопрос. Чувствую себя никем, стараюсь быть благодарной за жизнь. Детям уже плохо получается и боюсь, что в любой момент Бог может и это забрать. Соболезнования. Екатерина, примите. Насколько это возможно нам, соболезновать вам, а вам принимать эти слова, чтобы они не были пустые. Время будет лечить и благодать будет лечить постепенно в течение времени. Что тут слова человеческие? Лишь бы не поранить человека больше. Иногда, желая человека утешить, мы говорим что-то не то и наносим только еще более глубокую рану, о чем мы видим в книге Иова, где друзья пришли его утешить, а потом ополчились против него и воевали с ним целую книгу. За грехи вам или не за грехи, я не возьмусь сказать. Скажу вам только то, что ребенок ваш не увидел света, не пожил вот в этой жизни, но и ушел он ничем не осквернившийся, никакого греха не сделавший. Если вы вели жизнь максимально благочестивую с вашей стороны, то есть, например, причащались во время причастия, то есть ваш ребенок был причастен благодати Иисусу Христу через ваше чрево. Апостол Павел совершенно недусмысленно говорит о том, что если верующий человек даже и с язычниками, если живет, то дети их святы. Ради одного родителя дети святы, потому что тот, кто пребывает верным, умеет сообщить свою веру и святыню зачатому от него. Если мужчина, то в момент зачатия он передает всего себя в семени будущему человеку, в том числе и веру свою. Почему люди гордятся, что мы семя Авраамова, мы семя пророков. А женщина, она в процессе ношения, она все передает, что имеет. Поэтому, если вы читали Евангелие в период беременности, то его читал и ваш ребенок, он слышал ваше чтение. Если вы принимали тайны Христовы, то вместе с вами питался тайными Христовыми и ваш ребенок. То есть, можно сказать, что ребенок ваш не... я так понял, что по вашим словам, что он не успел и крестить, что это была именно сорванная беременность, но он все равно у христианки, матери, он причастен Иисусу Христу. Дети ваши святы, как написано у христиан. Почему Бог поступает так, мы не можем судить. Мы можем только поплакать, поорать, покричать, потерпеть, помолчать и смириться. Он ходит между деревьями в лесу, как садовник, как лесник, и срубает одно дерево, оставляет другое, хотя, может быть, нам кажется, что нужно было бы наоборот, но нет, у него есть свои планы, он не обязан нам их посвящать, эти планы. Надо смириться с этим. Вы совершенно правильно пишите о том, точнее, вы пишите, что есть некий страх, что может Бог и это забрать. Да, Бог может и это забрать. Он Бог. И забирая это, Он это не уничтожает, но переносит в свое, в вечность. Он дает, то есть, как бы, Он дает иную жизнь в других местах, как бы, тому, что забрал из этой жизни. То есть, Он Господь, Он хозяин. И наше счастье хрупко. Я бы хотел, чтобы вы все, как бы, понимали это, независимо от того, приходила уже беда к вам, серьезная беда в дом, или нет, чтобы мы понимали, что счастье человеческое хрупко, что человек смертен, и, как говорит классик, смертен внезапно. И что спасение наше тоньше волоса. Мы висим, как бы, над бездной. Это реально, это всегда, это у всех. И очень непонятно благодушная радость людей, которые уверены в своей защищенности. У человека не защищен совершенно. Ни бункерами, ни антибиотиками, там, не знаю, ни камерами слежения, там, ни чем-то еще, он не может быть защищен от всего. Он всегда находится в уязвимом состоянии, в зависимом и уязвимом. Это константа нашего бытия, это надо знать. Отсюда может родиться Божий страх, когда человек, чувствуя свою уязвимость и зависимость, не позволяет себе гордиться, и носит в себе смиренный помысл. Может быть, это его спасет. А вот, например, нечестивые, как вавилонская блудница, говорят, я не вдова, сижу высоко, сижу царицей, не придет ко мне беда. За эти слова в одну секунду, там, внезапно, обнажат ее, посмеются над ней и свергнут ее, и разорвут ее, плоть ее на части, бывшие любовники ее, потому что в один час придет на нее гибель. Потому что пока гибель не пришла, она говорит, я царица. Ко мне не придет беда, я сижу высоко. Мы не должны так думать. Мы должны думать иначе, что мы всегда можем потерпеть на себе поражающий удар какой-нибудь скорби. И вам сегодня это известно не теоретически, а глубоко практически. И сейчас душа ваша зашла вот в этот тесный коридор длинной дороги, ведущей к смирению. Вы пройдете сквозь него и выйдете на свет, уважаемая Екатерина. Да поможет вам святая великомученица Екатерина, имя которой вы носите, вы пройдете вот этот тесный душный коридор тяжести внутренней и выйдете на свет с опытом. То есть закаленная, битая, перетерпевшая и вышедшая с пользой из этого. Вам будет дано познать, что ребенок ваш не страдает, что муки ада никак не касаются его, он для них ничего не сделал. Может быть, что-то большее вам дано будет познать. Вам дано будет познать вот эту благословенную хрупкость нашей жизни и вы тем более сильнее будете взывать к Господу Богу сил. Господи, сил с нами будет и нога бы разве тебе помощника в скорбях неима. Господи, сил, помилуй нас. То есть молитвы многие, которые читались просто раньше, просто языком, теперь будут выкрикиваться из самого сердца. Ощутимо и понятно вам. То есть вы приобретаете, во-первых, вы не теряете ребенка, ребенок не потерян вами, он остается вашим ребенком. И в будущем, как это все будет, мы сейчас пока достоверно не будем представлять, потому что можем ошибиться или нафантазировать, но это ваш ребенок, он остается, он не исчез. Все живы у Бога, Бог не есть Бог мертвых. Но вы будете сильнее и умнее и закаленнее, и благодарнее, и молитвеннее в последующей жизни вашей, пройдя через эту нетривиальную беду, это серьезная беда. Я вам желаю, чтобы вы действительно прошли по тесному коридору скорби и вышли на свет и благословили Бога, выйдя на свет. Я помню у Федора Михайловича Достоевского, там у него есть воспоминаниях в Швейцарии, там, кажется, у него умер очередной младенец. Ну, люди раньше хоронили очень много детей. То есть женщины, беременевшие совокупно, за жизнь, там, по десятку раз и более, рожавшие, там, до дюжины детей, очень многие хоронили в младенчестве многих. Причем, что дворянки, что крестьянки. Вот. Они могли впасть в глубокую послеродовую депрессию, даже если родили здорового ребенка, как это и мы видим, могли, там, сходить с ума, там, от чего-то еще, связанного с гормональными перестройками. Но в конце концов как-то смогли сохранять здоровье душевное и телесное и рожать, и любить. Хотя за жизнь свою хоронили и раз, и два, и три. Это была постоянная печаль, тяготеющая над родом человеческим. до усовершенствования появления детской медицины, до всего вот этого вот такого, в общем-то, успешного, да, медицина детства и там, это пренатальная медицина. Но, как видите, все равно медицина не имеет в своих руках стопроцентного успеха. Мы все равно ходим под прицелом. И приходящие к нам беды, да, делают нас сильнее. Да. Выйдя, пройдя сквозь черное облако беды, человек выходит наружу и говорит, слава тебе, Господи, слава тебе. От тебя это было. Это было от тебя, я принимаю. Принимаю нечисоже вопреки глаголю. Я желаю вам прожить это и стать сильнее. И да хранит Бог и мужа вашего, и детей ваших, чтобы такие тяжелые утраты ходили мимо и чтобы вы не терпели их, чтобы не сокрушиться. Дмитрий пишет «Деяния стых апостолов», глава 10, 10-15. Так, читаем, ищем, да, ищем «Деяния стых апостолов». Это «Видение Корнилия», 10 глава. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка италийского, благочестивый, боящийся Бога, с всем домом своим, творивший милостни народу, всегда молившийся Богу». Значит, этот Корнилий был послан Петр. Вопрос ваш заключается в следующем. Петр ожидал обеда, зашел в районе шестого часа, то есть в полдень помолиться на крышу дома, почувствовал голод, хотел есть, и между тем, как приготовляли, пришел выступление. Вступление – это экстаз, экстаз. То есть душа уходит из тела или в теле остается, или ей открывается небо при пребывании в теле, то есть происходит какое-то чудесное событие иступление, то есть ум выходит из тела. И Петр видит отверстое неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. То есть у Петра видение. В этом сосуде находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся птицы небесные. Был голос к нему «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был к нему голос «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды и сосуд опять поднялся на небо. Это было перед первой проповедью Петра язычником. То есть ваш вопрос заключается в следующем. «Получается, что мы должны принимать этот бесноватый мир вокруг?» Так звучит вопрос. «Нет, мы не должны принимать бесноватый мир вокруг». Конкретным образом это видение различных животных, которых Петр до тех пор не ел, касается того, что Петр начнет сейчас делать то, чего он раньше не делал, то, чем он раньше не занимался. Он раньше проповедовал только евреям, а теперь ему предстоит благовествовать Иисуса Христа Мессию язычником. Это для него совершенно новое дело. Как если бы Петр вдруг начал есть, например, свинину, а он ее не ел никогда. А ее уже можно есть, то есть закон в части ритуальных ограничений потерял свою силу и апостолы учат, что мы не должны есть только кровь и удавленину, удавленная. То есть такое животное, в котором кровь запеклась после какого-то там трагического события. Зверь задрал или с высоты упало. То есть неприготовленное по законам определенным. Вот этого есть мы не должны. Ни кровь не задавленная, не удавленная. А все остальное все уже потеряло силу. То есть апостолам предстоит поменять этику отношений к разным вещам, которые их окружали. И Господь его готовит к этому, что ты будешь проповедовать язычникам. До сих пор ты считал, что нужно благовествовать пришествие Мессии и воскресение Мессии только евреям. Потому что они только ждали Мессию, язычники ничего этого не ждали. А теперь приготовься поменяться. И для этого спускается ему сосуд, говорит, ешь. Я не ел ничего нечистого. То есть Петр был кошерный еврей. Он ел только то, что разрешает законы кашрута. Оказывается, что-то теперь можно есть и ему. И уже не считай нечистым то, что Бог очистил. То есть теперь можно есть и это, и это, и это. Как бы уже не переживай. И теперь ты будешь делать то, что раньше не делал. Вот для этого всего оно и существует. Действительно, вскоре апостольский собор постановит, что людей, которые приходят к Богу из других племен, ко Христу приходят, к Христу Божьему Сыну приходят не от евреев, а от других племен. Это могут быть аравитяне, кретяне, там, значит, эламиты, не знаю, идумияне, там, ну, многие, римляне. Их не нужно отягощать тем, чем были отягощены еврейские отцы с древних времен. Не нужно их обрезывать, принуждать к обрезованию их не надо, не нужно принуждать их к соблюдению сложнейшего ритуала в отношении пищи, разделения на чистую-нечистую, и не нужно вообще привязывать их к обрядам, которые были еще от Авраама и потом от Моисея. Они должны прийти в благодать, поскольку Бог дал им Духа Святого так же, как и дал евреям. И Петр так и говорил потом, что если Бог дал им Духа Святого, как и нам, то кто я такой, чтобы запретить им креститься водою? И они начали крестить и благовествовать и учить их, потому что они видели, что не получают того же Духа, даже прежде крещения водой, чтобы показать, что они теперь ваши, то есть вы и они одно. Христос, значит, совокупил оборастоящееся естества, то есть соединяет евреев и язычников в одну свою церковь. Вот для этого это было. Поэтому, да, нужно было Петру перестроить сознание и кое-что принять из того, что он принимать, пока не был готов. Нужно было чудо, чтобы принимать что-то другое. Очевидно, и у нас есть какие-то такие вещи, которые нам трудно принять. они трудно принимаются нами, но мы как бы потом взрослеем, умнеем, понимаем, что да, надо с этим смириться, нужно принять вот эту сторону жизни, надо то, надо то. Трудно понять катастрофы и падения, трудно понять, 20 век, например, российской истории, очень трудно понять, но нужно принять его, это наша история, это наша история, не чужая для нас, это именно есть плоти, кровь нашего бытия, хотя оно и не все нам нравится, то есть этот мир бесноватый, о котором вы пишете, его нельзя принимать в том смысле, что не нужно давать ему индульгенцию, дескать, но пусть все творят, что хотят, нет, нужно иметь тревогу об этом мире, но нужно, конечно, адекватно отдавать себе отчет о том, что ты можешь в нем менять, а что не можешь менять. Очень известно, это есть такое пропрошение, то есть о том, чтобы дал Бог человеку силы менять то, что нужно поменять и дал терпение терпеть то, что он не в силах поменять. Ну и, конечно, нужна мудрость, чтобы различить одно от другого. Как можно принимать все это? Никак. Ну, вообще, от края до края должно благовестоваться Евангелие Божие. Потом, нету воли, мы читаем, что у отца нет желания, чтобы погибал кто-либо. То есть нет воли отца, чтобы погиб кто-то один из малых всех, чтобы люди были обмануты, дезориентированы, облапошены и превращены как бы, значит, в это самое, в вещество для всепожирающего огня. Это ужасно. Отец не хочет этого. Так нам сын говорит, что смотрите, никого не презирайте, потому что ангелы их всегда видят лицо отца вашего небесного. Вот. И нет воли Божьей, чтобы кто-нибудь погиб. Вот это воля Божья. А люди гибнут. И мир действительно становится на глазах, приобретает какие-то такие, значит, инфернальные черты. Людям не стыдно делать то, что раньше было стыдно. И говорить, и показывать. Говорит и показывает, короче, да. То есть, то, что раньше люди скрывали, они теперь спокойно об этом возвещают вслух, не стыдясь, но даже гордясь. Ну и многие другие нечестивые обычаи входят в нашу жизнь, начиная с банальной одежды, заканчивая верой. Что, допустим, человек может верить в деньги, любить себя, вот, и надеяться на прогресс. И вот с такой билибердой в голове, как бы, значит, он думает, что он находится на вершине всемирного развития. На самом деле, находится на дне человеческого падения. И из этого падшего ума рождается падшая реальность. Мы не можем этого принимать. Так что, случай, бывший с Петром, никак не не успокаивает нас в том, чтобы мы принимали окружающие нас беснования. Наоборот, наоборот, проповедь Евангелия должна быть обращена именно как молния должна блистать и направо, и налево, и вперед, и назад. Всюду. Ибо всюду есть люди, дорогие Богу, и желающие спастись. Не получается искренне молиться о властях, пишет Михаил, постоянно слыша о том, что мы готовы на переговоры с сатанинским западом, что арестован очередной генерал и т.д. Как лучше поступить? Продолжать молиться или нет? Я исхожу из того, что один штык на войне все-таки это штык. И если ты занял свою позицию и знаешь свой маневр, как Суворов говорил, каждый солдат должен знать свой маневр. Это и в церкви, это и в государственном строительстве, и в госслужбе. То есть надо знать свой маневр. И есть совершенно бесценные кадры, хотя их по телевизору не показывают. Люди занимают свою позицию в разных, в промышленности, в образовании. И они держат круговую оборону и годами делают то, что нужно. я исхожу из того, что очень важен каждый человек. Как в битве, так и в госуправлении, как в образовании, так и в медицине, как в молитве, так и в монашестве. То есть везде нужен, каждый человек имеет цену и важность. Поэтому когда вы просто спрашиваете, молиться, не молиться, конечно молиться. У молитвы есть препятствие, правда? Когда ты просто молишься, тебя может сбивать, тебя что? Парение ума, наводнение, атака всяких лишних, ненужных, вредных помыслов. Что может еще мешать молиться? Страсти и похоти, усталость, тяжелые скорби, вводящие душу в спячку. Ну и так далее. Вы это наверняка знаете сами по себе, потому что все это мешает нам молиться. А когда мы молимся о каких-то вещах, до которых мы не допущены в плане получения полной информации, то мы слышим разную информацию со стороны, а там жулики, а там и она мучает нас и мы опускаем руки. Я думаю, для того эта информация и нужна. Для того мы со всех стороны слышим про воров там и жуликов здесь, про предателей там и про спящие ячейки ждунов, где-то еще. Эта вся информация попадая к нам не приносит нам никакой пользы, она только расстраивает нашу душу, деморализует нас и заставляет нас опустить руки. Следовательно, надо как можно меньше открывать свои уши для всего того, что колеблет наш душевный дом. Там может быть просто инсинуация и ложь, тогда это совсем плохо. Но может быть и правда. Не всякую правду выдержит каждый человек. Есть люди, которые выдержат правду, а есть люди, которые не выдержат полную правду. Им нужна только дозированная правда, иначе их поломает объем правдивой информации. Не всем нужно все. И нет таких людей, чтобы всем было одно и то же нужно. Каждому нужна своя дозировка. в том числе и правды. Не нужно всем знать все. Если отец вернется с войны, у него будет двое сыновей, одному из них 16, другому 4, то он что-то расскажет тому, которому 16, и совсем не то, расскажет тому, которому 4. И есть вещи, которые он никому не расскажет. Не потому, что он лжец, а потому, что он адекватный человек, он понимает, что этого жене не надо дозироваться, исходя из когнитивных способностей человека. А речь идет о том, что нам просто вбрасывают какую-то вещь, которую вообще не надо знать. Но что я вам посоветую практически? В Святом Писании есть целые книги, являющиеся книгами по военной истории. Это книга, например, Иисуса Навина, следующая после Второзакония. Там описываются священные войны, которые возглавил Иисус Ишуа бин Нун, Иисус сын Навина по смерти Моисея Человека Божия. И он сокрушил Ерихон, он перешел Ярдан, и он успешно воевал с семью хананскими племенами. Потом они заселились и разделили землю по закону, как им сказал Моисей, и начали жить, но начали грешить, и поэтому Бог не угонял от них язычников, а язычники стали для них филистимляне, стали для них петлей и сетью. И тогда начались целый ряд военных кампаний, которые возглавлялись судьями, харизматичные лидеры народа, которые воевали. Гидеон, допустим, он же Иераваал, очень интересная история, такая грандиозная, или Шимшон, Самсон, последний судей, описывающийся в Библии, с большими битвами, и другие, Барак, Дебора и так далее. Там описываются целые битвы, описывается особенное вооружение, благодаря которому язычники были сильнее, например, у них были железные колесницы, например, все равно, что сейчас танковые армии, и евреи не могли с ними воевать. Такие-то нюансы описываются. Потом, как они военные хитрости употребляли, как они молились, как они соединяли, допустим, военно-психологические операции с операциями вооруженными, запугивание противника, создание видимости, что у нас много Гидеон, меч Господа и Гидеона. Короче, это целый учебник военной истории. Поэтому я вам рекомендую, Михаил, а вместе с вами всем тем, кто переживает о нашем войске, о российском воинстве, чтобы вы брали книгу Иисуса Новина, а также книгу Судей, и читали ее. И вот, когда вы читаете, например, какое-то событие, например, в книге Иисуса Новина, вы читаете про то, как там священники наконец седьмой раз затрубили в трубы, и весь народ сильным голосом закричал, и стены Иерихона пали. Вот вы прочитали это и говорите, Господи, Ты помог, Иисусу Новину чудесным образом сокрушить стены неприступного Иерихона. Ты, Господи, и ныне помоги нашему воинству сокрушить неприступные оборонные линии врага, которые он бетонировал там с 12-го, с 13-го, с 14-го года. Тех сокрушил, и этих сокруши. Аминь. И пошел дальше читать. Там, Ты, Господи, дал Гедеону храбрость и мудрость. Дай храбрость и мудрость и нашим бойцам и офицерам. На Кураховском направлении, на Угледарском направлении, под Часовым Яром, на очищение Курской земли от нечестивых и так далее. То есть, ты читаешь Библию, читаешь ее усердно, именно вот эти книги, боевые книги. Или ты читаешь про то, Моисей крестообразно распростерутся руки, значит, на горе при битве с Амаликом. И ты сразу почитал, и сразу говоришь, Господи, Моисей крестообразно распростер руки на Амалика. И мы сегодня крестообразно руки распростираем пред Тобой. Сокруши врага под ноги нашего войска. То есть, мы имеем полное понимание, что мы воюем с огромным количеством лукавых врагов, многочисленных и лукавых, которые хотят мир весь разделять и расчленять, как Африку под линейку нарезать себе куски владений, для того, чтобы пользоваться богатством недр, для того, чтобы развращать живущих на земле, для того, чтобы разделять и властвовать, и для того, чтобы грабить всю Вселенную. Это Англия, это Штаты, это другие лимитрофы, значит, нет, в смысле, это уже другие лимитрофы, уже подходя и такие шакал-табаки. Возле любого шерхана есть шакал-табаки. Там есть целая группа таких шакал-табаки, таких лимитрофных государств, которые хотят поучаствовать в дележке большого пирога, которые хотят у медведя какое-то ушко оттянуть, или кусочек лапки. Они хотят расчленять, обманывать, стравливать, убивать и грабить. И их много. И они привыкли к этой работе. Они занимались этим в Латинской Америке, в Африке, они занимались этим на островах, в океане, они всю Вселенную подвергают своему растлению, грабежу и насилию. И они вооружают Украину, они сообщают разведывательные данные, они руководят генеральным штабом украинским или в плане инструкторства. То есть ты понимаешь все это, и ты говоришь, вот он Ерехон, вот он Ерехон. То есть капиталистский холм в Америке, это тоже часть ерехонских стен. Там и, значит, Тауэрский мост, или там Тауэр, или Бейкер-стрит какой-нибудь, там, не знаю, какой там, Даунинг-стрит вернее, Бейкер-стрит там, жил Конон Дойль, или какого там, Шерлок Холмс. А вот Даунинг-стрит, там, где резиденции премьер-министров этих всех британских, вот тебе, это как раз вавилонские стены, это ерехонские камни. И ты читаешь про это и молишься, Господи, сокруши этот новый ерехон. Господи, Ты сделал это, сделай сегодня это. И это наша зона ответственности, мы это можем делать. Читать Библию, как книгу войны. То есть война и Бог, война и Библия, это целая огромная тема. У Николая Сербского даже есть целая книжка такая, Бог и война. Когда воюют две армии, там всегда есть третий, который взвешивает сердца и склоняет чашу победы одних или других. И это напрямую не зависит от вооружения. Это зависит от других причин, в том числе, конечно, и вооружения, но очень многих сложных морально-исторических причин, которые взвешиваются на тонких весах третьего, который главный, Христос. Причем сам Христос выступает, как в 19 главе Апокалипсиса он скачет на белом коне и забрызган кровью. Миротворцем на заменку. Потом он воюет и убивает, и уничтожает, и только живыми бросает в озеро звери и лжепророка, а остальных он уничтожает вместе с войском своим. И птицы небесные напитались их трупами. Там даже летают птицы, говорят, собирайтесь на Великую Вечерю Божию, чтобы пожрать трупы тысячи начальников и устоначальников, сидящих на конях и колесницах, и так далее. То есть эти военные картины есть и в Новом Завете. Иисус Христос возглавляет воинство Святое Небесное. Они скачут за ним на белых конях, а у него написано на одежде царь царей и Господь господствующих. И он забрызган кровью. Почитайте сами откровения. Так что, когда мы читаем эти воинственные библейские тексты, мы понимаем, что речь идет об уничтожении нечестивых, которые имеют целью грабить и растлевать, развращать всю вселенную, такую огромную богатую страну, богатыми недрами, богатую по территориям, такую чужую по идеологии, такую до сих пор православную страну при всех этих сложностях нашего бытия, конечно, нужно растлить, обмануть, расчленить, залить кровью и ограбить. В этом, собственно, есть стратегический большой план. И мы должны молитвой противостать им и уходить с молитвы по причине того, что там в каком-то ТГ-канале написали, что там какой-то очередной генерал-вор. Да, это была тоже часть стратегии. Насытить Министерство обороны ворами. Чтобы там, что не лампасы, то воры, что не звезды, значит, шитые золотой ниткой, значит, на больших плечах, то воры. Это была стратегия, чтобы вор сидел везде. И мы только при помощи войны очищаемся от вора, который сидит везде. Тот, кто живет в пруду, был такой мультик. А тут, значит, такой, тот, кто сидит везде. Но мы тоже должны молитвой участвовать в этом. Чтобы Господь, совершая уничтожение опорников врага, совершая распыление его живой силы и подаренной западотехники, чтобы он параллельно помогал очищать нашу страну от вора, который сидит везде. Который хочет хапануть и смыться на Карибы, на Канары. Под крыло тех, кто его завербовал однажды. Ну да, вот такая. И вы хотите уйти с этой войны? Вы хотите почитать какого-то балабола, разобидеться как бы, и, ай, все, не буду, штык в землю, я больше не воюю. Нет. Я вам рекомендую, чтобы вы брали Священную Библию, перекрестившись со страхом Божиим и верою, читали эти военные главы, в которых описывается, как защищался Божий народ. От нападающих на них, там, Мадеанитян, Филистимлян. Вот. Или как нападал Божий народ, когда Бог говорил, вперед, я с вами. Забирайте землю и населяйте ее. Как Иисус Новин. И это все касается сегодняшнего дня. Почитал, отложил книгу, сказал, Господи, это Ты сделал. И сегодня сделай тоже. Ибо новый Ерехон, новый Вавилон, новый Ханаан, все это новое по-старому воюет с нами. И мы должны вынуждены решить эту проблему для сегодняшнего и будущих поколений. Господи, сил с нами будем. Вот так что, Михаил, это мой вам совет. Олеся пишет, такие чувства как чрезмерная чувствительность и уязвимость. Раз. Второе, внушаемость. Это неизменные врожденные качества человеческой души. Отчего они? И как можно, если можно их изменить? Я не знаю иногда конца, но я думаю, что у человека очень много есть вложенного в него в готовом виде уже, или нет, в скрытом виде, как серпантин свернутый. В человеке спит очень много хорошего и плохого, оно потом раскручивается уже как некая данность. Но вместе с тем я знаю, что человек это существо, которое может многое в себе изменить. И там, ну тот же Александр Васильевич Суворов, там был чахлик такой по рождению. Если бы он не занимался закалкой, спортом, там всеми этими делами, там обливаниями разными, там аскетизмом таким военного характера, то он был бы просто такой маленький чахлый борчук. Он бы ни на коне не сидел, ни в атаке не ходил, и у Мишка в нем тоже был бы какой-то чахлый и болезненный. Но он как бы сделал себя, вот этот вот self-made man. То есть человек может сделать из себя нечто лучшее, чем он является по задаткам. Посмотрите, сколько волевых усилий употребляют параолимпийцы, чтобы заниматься спортом, находясь в инвалидном состоянии. Это же герои. Не победили уныние, победили тоску, победили стыд, победили страх и совершают труд над собой главным образом. Поэтому чрезмерная чувствительность, любой человек чувствителен к боли или к обидам. Не думайте, что у всех как-то это легче происходит, а всем плохо, когда на них клевещут или когда о них распускают слухи, или когда им просто наносится какая-то физическая болезнь, удар. вам кажется, что вы больше других это чувствуете, но кто вам сказал, что больше других? Может быть, другие чувствуют это лучше, чем вы, еще глубже, но они не показывают этого и не позволяют себе расслабляться и истерить. Да? То есть надо работать над собой. Внушаемость это что? Это какое-то свойство ума, которое может передаться по наследству, может, конечно, но скорее всего, это тоже такая приобретенная вещь. Такая, когда ты веришь всем, несмотря на то, что тебя все обманывают, да? И веришь всему. Что бы тебе не сказали, ты сразу веришь, да? Ну, то есть это значит, что противоположное? Противоположное это рассудительность и трезвение. Трезвение и рассудительность. Это можно воспитать в себе. То есть добродетели воспитываются, вот что я вам скажу. Можно отрастить на себе какую-то мозолистую кожу, чтобы меньше чувствовать удары и уколы. Можно поменять отношение к боли, можно перестать ее бояться. Как Лука Крымский говорил, написал книжку автобиографическую, целый, говорит, я полюбил страдания. Это одна книжка, одно только название стоит целой книжки, потому что что это такое, как это? Никто не любит страдания, все боятся страдать, никто не хочет. А он к концу жизни говорит, я полюбил страдания. Он нашел там в глубине страданий что такое, нашел такое, где больше ничего не найдешь, такого больше нигде не найдешь. Но он полюбил страдания. Это он что, с детства был такой? Нет, он воспитал в себе это. Трудолюбие, усидчивость, аккуратность, ответственность, рассудительность, терпение. Это все можно воспитывать. Вот и воспитывайте. Иногда утром не успеваю читать молитвное правило. Можно ли Андрей пишет молиться во время выполнения домашних дел за рулем и так далее? Да, конечно. Если вечером врагом молитвы является усталость, то днем утром ранним врагом молитвы является спешка на транспорт. Ну, допустим, надо поднять детей в школу. Куча всяких разных забот. И, конечно, иначе и не получится у многих людей именно по памяти читать молитвы, спускаясь в лифте, садясь за руль. Это все не то, что не запрещено. Это просто неизбежно. Во-первых, нам сказано, чтобы мы всегда молились. Молитва должна быть с человеком как можно чаще память Божия. И, исходя из того, что жизнь действительно темповая, перегруженная многим, то это способ спасения. Молиться в транспорте, молиться по памяти где-нибудь на отдыхе, в парке, на лавочке, во время перерыва обеденного. Конечно, да, спасайтесь так. Это неизбежно. Александр пишет первое послание к Коринфянам, 14 глава. Можете ли иметь в виду, что имеет апостол Павел под молчанием женщины в церкви? Сейчас найдем первое Коринфянам, 14 глава. Но это послание, в целом, оно пытается навести порядок в богослужебной практике. Это харизматичная эпоха, то есть даров много, люди говорят на языках, на собраниях, один за другим могут вскакивать и говорить, и он пытается их привести в порядок, чтобы они слушали, потому что духи пророческие пророкам повинуются. Если кто-то там выкрикивает, что там, значит, он говорит, жди, пока кто-нибудь истолкует, что он говорит. Там целые нюансы, которые сейчас у нас нету их. То есть характер богослужений в Коринфе, причем больше нигде, ни у галатов, ни у филипийцев, ни у эфессиан, такого не было. Это именно в Коринфе было такое. Какое-то изобилие даров, харизматичных даров, говорений на языках, пророчества, и при этом еще какой-то блуд у них там был, кто-то там жил с мачехой, кто-то там еще что-то вытворял, и они еще к каким-то идолам ходили. То есть у них была какая-то смесь, такая каша, состоящая из каких-то лютых грехов, беспорядков, споров постоянных между собой и благодать. И ему надо было как-то с ним разобраться. И он там пишет, да, вот по женщинам, он пишет, жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Так он пишет о том, что, ну, то есть с одной стороны он лишает их учительского голоса, потому что наверняка они хотели бы залезть на кафедру, как бы, и превратиться в учительницу. Но он им этого не дает. А там, да, в откровении, там, имею против тебя то, что там у тебя есть какая-то язовель, которая учит моих рабов, любодействовать, есть идоложертвенная. Я дал ей время покаяться в грехах своих, она не покаялась. Короче, там есть такие учительницы, которые хотят учить. Он говорит, нет, не надо этого. Мало того, что они даже, если они просто находятся в среде учащихся, то есть в среде паства, посомы, что они даже, чтобы они в церкви даже и не позволяли себе и в голову что-то спрашивать. То есть, видимо, в Коринфе они были очень любительницы такие, пожить на широкую ногу и занять неподобающее место. Это чисто коринфская проблема. Больше такого не пишут. Причем у них были пророчицы, потому что в 11 главе Павел пишет, что женщина должна пророчиться с покрытой головой. Он говорит, всякая жена молящаяся или пророчествующая с открытой головой постыжает свою голову. То есть, у них были пророчествующие женщины, а под пророчествующими, мы понимаем, очень широкий спектр явлений. То есть, они там были. Они могли там что-то говорить касающиеся тайн Божиих или проповедовать. Чтобы пророчеств это главное проповедовать. Членораздельно, ясно, умно, на понятном тебе языке. Это пророчество. Это дело для верующих. Ибо чудеса для неверующих, языки для неверующих, а пророчества для верующих. Так вот, они там позволяли себе пророчества с непокрытой головой. Павел говорит, ну-ка, покройтесь. Что это в этом? Покройтесь. А потом, даже если хотят что-то спросить, пусть дома спрашивают мужей. А если вам не нравится, он дальше пишет, разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? То есть, делайте так, как все делают. Потому что то, что было у коринфян, больше не было нигде. И он их как бы смиряет, ставит на место. Ну, сегодня мы видим, допустим, вот в протестантских церквах, да даже таких, которые сохраняют черты классичности, там, в лютеранство, где-то там, где-то еще там, в... короче, там эти, какие-то женщины, пресс-фитеры какие-то. Ну, нельзя, ну, не надо этого, понимаете, это не твое. Даже мужское священство, как бы у тебя есть другие послушания, они же могут быть там регентами, там, в церковных школах детям преподавать, там, харитативные эти все миссии служат, там, тюрьма, там, болей, больница. Ну, что, мало что ли работаете? Вон на монашек, посмотрите, монашки не спят, не едят, только Богу работают. И у них работы вот так сколько, вот, как руками, так и головой и сердцем. А эти нет, эти хотят взять на себя, взять, присвоить себе неданную власть. И Павел наперед их отсекает от этой власти, которую они захотели себе присвоить. Они захотели учить, учить мужчин. Говорит, нет, жене не позволяю. Он же знает, что они хотят наперед. Как он в Эфесе говорил, что из вас самих выйдут волки, лютые, нещадящие стадо. И будут оттягивать учеников к себе. Он заранее предупреждает. И здесь, видимо, он отсекает от них желание властвовать в Каринфской церкви. Именно в Каринфской. Потому что она была смесью в нравственном отношении и великих дарований, и великих грехов. Это надо было разбалансировать, это как бы разделить это все. Мухи отдельно, котлеты отдельно, потому что там слишком много всего было. И каринфские дамы хотели командовать, и он их ставит на место. И правильно делает. Он лечит церковь от новоявленных пророчиц, от которых потом в истории очень-то мы страдали много от этого. Всякие там, знаете, там потом история гностицизма, там история различных херетиков, там везде появлялись какие-то спутницы. У хлыстов наших, у них везде была такая-то хлыстовская богородица, ходила там, типа, начальница ковчег спасения. То есть это желание женщины командовать, как бы оно в истории представляется настырным, очень опасным. И Павел тушит это на подходе. Хотя сегодня, повторяю, женщина не может считать себя обиженной, потому что она и воскресную школу ведет, и апостол может читать, и да что хочешь, и духовное образование получать, и управлять хором, и там что-то еще, что-то еще. То есть столько послушаний уделяется, что аж никак нельзя считать себя каким-то образом униженными, оскорбленными, как это часто им хочется делать. Как правильно обращаться, просить своего ангела-хранителя, Дмитрий пишет. Можно ли попросить здоровья, радости, мира душевного, вразумления, усердия в молитве, точнее, как правильно формулировать просьбу? Ангел-хранитель, дай мне, например, мужество, или попроси для меня у Господа мужество. Слушайте, у нас есть много уже готовых. Мы не должны даже ничего выдумывать в некоторых вещах. Есть готовые молитвы, допустим, канон ангел-хранителя молебный. Ты же его не видишь, но ты имеешь веру, что где-то рядом он есть. И ты говоришь, ангеле Божий, хранителю мой святый, жизнь мою сохрани во страсте Христа Бога, и ум мой утверди воистинен пути, и к любви горней уязви душу мою, да направляемую тобою получу от Господа отдание грехов и верю и милость. Тропарь, допустим. Или, скажем, есть такая просьба, враг попирает меня и озлобляет. То есть бес какой-то. И всегда поучает творите своя хотение. Ты же наставничай, мы не оставим меня. И там много-много всего этого есть. Ну, здоровья просить у него, ну, можно, наверное, но, наверное, это не главное в отношениях с ангелом. То есть ангел совершает службу в своем отношении к человеку, чтобы не дать нам обмануться, отступить от Бога, вплестись в какие-то бесовские дела, в колдовство, в гадание, в ворожбу, в язычество, в блуд, в нечестие, в хулу, в самоубийство, в растление какое-то. То есть он должен удержать нас на крылью пропасти. Это над пропастью воржи, в точном смысле слова. Не ловит нас, чтобы мы не упали в пропасть, ибо мы ее не видим. Они-то ее видят, а мы-то ее не видим. И ангельская служба заключается, чтобы спасти нас от возможного падения и сокрушения. К тому же он видит бесовские козни вокруг нашей души и знает, что душа дорогая. Он исполняет повеленное, он хранит дорогую душу. Поэтому просить у него нужно соответствующего. Не денег и здоровье. Дай мне, ангел Божий, денег на золотые зубы. Смешно звучит, правда? Научи меня верить и молиться. Будь со мной рядом во время опасности. Научи мне верить и молиться. И беса противного отжени от меня, чтобы я не грешил. В общем, все это есть в каноне ангелу-хранителю и крайний вопрос. Остается в своем малом времени. Александр пишет, как понять замысел Божий насчет себя? Как узнать, какой крест мне... Ох же ж вы, любители великих теорий. Как отличить призыв к служению от призыва к покаянию? Призыв к покаянию вечен и неизменен. Воля Божия такова, что Господь всем людям по всей земле повелевает каяться. Это слова апостола Павла в Афинах. И готовится к страшному суду, который он совершит при помощи учиненного мужа и Иисуса, который воскрес из мертвых и взял на себя грехи наши. Каяться нужно всегда. И даже если вы будете мертвых воскрешать, вы должны будете каяться. А все служения, которые совершаются в церкви, обесцениваются изнутри, если человек перестает каяться. Проповедник тоже должен быть кающимся. Администратор тоже должен быть кающимся. Кто бы ты ни был, ты должен быть кающимся человеком. Поэтому здесь не нужно избирать одно или другое, нужно избрать покаяние навсегда. И всегда, помилуй меня Божие, помилуй меня, должно быть с нами постоянно. Или, Господи, Иисусе Христе, не оставь меня грешного. Значит, не лиши меня небесных твоих благ. Избавь меня, Господи, вечных мук и так далее. Это всегда должно быть с человеком. И по мере вашего покаяния вам откроются пути, которые пока не закрыты для вас. Вот так я бы я ответил на ваш вопрос, потому что он очень общий, очень большой. И, в принципе, наше время на сегодня вышло. Воскресший Христос да благословит вас всяким благословением в небесных и земных. До встречи. Аминь. Аминь.